Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами снова я Сергей Кузнецов. В этом видео я хочу поговорить об обмане, обмане в сетевом маркетинге. Итак, сетевому бизнесу уже более 50 лет, и все 50 лет в мире не утихают страсти по поводу легальности бизнеса, по поводу обмана, по поводу лохотронов. Но, независимо от того, как я или вы относитесь к сетевому маркетингу, он имеет право существовать. И сам по себе бизнес сетевого маркетинга – это предоставление товаров или услуг, минуя оптово-розничную торговлю напрямую от производителя до конечного потребителя. Где перераспределяется прибыль, которая раньше оседала в карманах людей с логистикой, крупных оптовиков, мелких оптовиков, розничных магазинах. Сегодня компании сетевого маркетинга делятся своей прибылью с нами, или с вами, с дистрибьюторами, с менеджерами компании. Почему же тогда, если это легальный бизнес, так много негатива вокруг сетевого маркетинга? Сам по себе бизнес сетевого маркетинга – он нейтральный, он не бывает ни плохим, ни хорошим. Его таким делают люди. Люди, которые являются дистрибьюторами. И обман, прежде всего, происходит именно от людей. Вы сами, многие встречались с компаниями разными сетевого маркетинга и прекрасно понимаете, что есть методы психологического обмана, есть обман людей, которые хотят вас затянуть в сетевой маркетинг. Да, мы сегодня не будем, кстати, рассматривать лохотроны и различные финансовые пирамиды с их возможностью обмануть людей. Об этом у меня есть отдельное, другое видео. Мы сегодня поговорим об обмане со стороны людей. И именно обман со стороны людей вызывает столь много негативной критики. Начнем с того, что многие из вас, ища работу, попадались на такие объявления, как предлагаем работу, или ищем заместителя директора, или ищем новых людей для развития оптовых магазинов. На самом деле, когда вы приходите на такое мероприятие, на такое собеседование, оказывается, что это совсем не так. Вас уже обманули, изначально пригласив не на встречу по бизнесу, а предлагая вам работу. Какая же это работа, если нет фиксированной заработной платы, когда вы получаете свои агентские провизионы, свои проценты от товарооборота? Следующий пункт, когда люди обманывают. Это говоря о том, что бизнес сетевого маркетинга делается легко. Если бы было легко, все бы давно были уже миллионерами. На самом деле, это не так. Нужно пахать, пахать и еще раз пахать. Легко не бывает. Нужно, во-первых, совершенствоваться самому, развиваться самому. Во-вторых, нужно притягивать к себе людей, быть таким магнитом. И тогда этот бизнес строится без трудностей. Но легкости здесь не бывает. Как и в любом бизнесе традиционном, здесь есть свои сложности. Следующий пункт. Дистрибьюторы сетевых компаний часто говорят, мы быстро можем заработать деньги. Быстро можно заработать, если у вас огромный опыт, если у вас большая структура, которая пришла с вами в этот бизнес, в сетевой маркетинг. Но таких случаев бывают единицы. Это кропотливый труд, который вознаграждается сторицей. Но это нужно 2-3-5 лет пахать. Именно пахать. Быстрых денег нет. Следующий пункт, который возникает нарекание у людей, это то, что не надо ничего продавать. Но подумайте сами. Любая компания традиционного бизнеса или сетевого маркетинга, она всегда зависит от товарооборота и платит процент из товарооборота. Если ничего не надо продавать, откуда возьмется товарооборот? Это раз. И второе, если не надо продавать, значит надо покупать. Надо инвестировать деньги, покупать какие-то бумажки или какие-то акции или еще бог знает что. Но в любом случае тогда идет инвестиция денег. Поэтому продавать в сетевом маркетинге надо. Прежде всего вы продаете самого себя и только потом вторично продаете какой-то товар. Еще один пункт, который мне всегда очень нравится. Вам не надо ничего делать, но такого не бывает. Даже в финансовых пирамидах нужно приводить людей и получать с этого доход. Надо делать и еще как надо делать. Нужно полюбить этот продукт, нужно полюбить эту систему, разобраться в этой системе, откуда берутся деньги. Еще один пункт, который вызывает сомнения, когда разговариваешь с дистрибьюторами сетевых компаний, это о том, что не нужно ничего вкладывать. Если не нужно ничего вкладывать, а во многих компаниях существуют, тем не менее, ежемесячные закупки, то это получается, вы покупаете и этот товар у вас залеживается. То есть в гараже или дома у вас начинается складирование товаров. Это в том случае, если этот продукт вы не потребляете всей семьей, сами и не используете ежемесячные закупки для собственного потребления. В большинстве компаний эти ежемесячные закупки превышают ваш потребительский уровень потребления в месяц. Поэтому происходит складирование. В гараже или в квартире у вас остаются излишки товара. И вот тогда можно потерять деньги. Почему? Потому что тогда, как правило, у продукта есть срок годности. И если вы не используете этот срок годности, то вы его просто выбросите. Отсюда идет еще одно неправильное представление сетевого маркетинга. В том, что в сетевом маркетинге можно потерять деньги. Нет, в сетевом маркетинге денег, если не складируется товар, потерять невозможно. Потому что вы покупаете только то, что нужно вам. Следующий обман, который чаще всего слышишь из уст дистрибьюторов, это о волшебных свойствах этого товара, этого продукта. Волшебных пилюль, капсул или каких-то кремов или мазей, что они излечивают от всех болезней. Но такого не бывает. И совсем не обязательно, что эти пилюли или мази могут вам помочь. Просто дистрибьюторы, приукрашивая предназначение этих продуктов, стараются выдать желаемое за действительное. Но рано или поздно обман вскроется. И тогда очень неприятно будет смотреть в глаза людям, когда вы говорите одно, а на деле происходит совсем другое. Самый большой обман в сетевом маркетинге, это продажа непонятных продуктов. То есть продукты, которые на самом деле вы бы никогда не купили, если бы не были в этой системе. И такие вот непонятные продукты с непонятными свойствами наносят ущерб сетевому маркетингу в целом. И когда вам дистрибьюторы говорят, вступайте только сейчас, только сегодня у нас места ограничены, только до 15 числа у вас будет скидка на какие-то пакеты, на какие-то коробки, на какие-то кейсы, то это говорит о том, что заинтересована компания продать этот товар, втюхать его вам как можно быстрее. Как правило, такие покупки ни к чему хорошему не приводят. Я знаю много сетевых компаний, где нужно вкладывать от 500 евро до 3000 евро. Для чего? Для того, чтобы иметь какую-то пожизненную скидку. А кому она нужна, эта скидка, если большинство людей никогда не будут этим бизнесом заниматься, в лучшем случае они будут клиентами этой компании. Но тогда и скидка им особо не нужна, потому что это такие пакеты, такие громоздкие, огромные инвестиции, они дают возможность заполонить свою квартиру непонятно каким продуктом, может быть и высокого качества. Задайте сами себе вопрос, вернее три вопроса. Первый вопрос. Если бы я не был как дистрибьютор в такой системе, купил бы я этот товар или нет? Второй вопрос, который вы можете задать себе. Если бы я не был в этой системе, то я купил бы этот товар по такой цене? И третий вопрос, который вы можете задать сами себе. Если бы я не был в этой системе, не был бы дистрибьютором этой компании, то купил бы я такой продукт в таком количестве для собственного потребления. Если вам на все три вопроса хочется сказать нет, это не ваша сетевая компания. Уходите из нее, ищите более лучшие, более качественные компании с более качественным продуктом. Если вам надоели скакания бесконечные по различным лохотронам и хайпам, где вы постоянно какие-то деньги инвестируете, где вы постоянно деньги теряете. Если вам надоели ежемесячные закупки, которые позволяют вам складировать этот товар, а в конечном счете его при заканчивании срока годности выбрасывать на помойку. Если вам хочется нормального бизнеса, звоните, мы с вами поговорим, стучитесь в скайп, пишите, звоните мне на мобильный телефон, мы с вами это обсудим. До новых встреч в эфире, спасибо за внимание, с вами был Сергей Кузнецов, пока!